Сегодня мы продолжаем говорить о том, как развивать у ребёнка творчество и креативность, а также как сохранить у него интерес к познанию нового. Предложенные нами упражнения помогут вам в этом, а также познакомят вас с приёмами фантазирования и импровизации. Предложите ребёнку закончить предложение «А что будет, если?» и далее пофантазируйте и придумайте какие-то невероятные небылицы. Например, «Что будет, если?» «Летом пойдёт снег», «Трава станет синяя», «Дома станут стеклянными», «Пропадут зеркала», «Либо, возможно, исчезнут все сладости». «Что будет, если?» «Взрослые превратятся в детей» и наоборот. «Если в вашей семье несколько детей, интересна будет игра «Определи по вкусу». Для этого каждому малышу предложите отведать закрытыми глазами какое-либо лакомство. Это могут быть кусочки фруктов, овощей, либо каких-то сладостей. Далее ребёнок должен распознать то лакомство, которое он попробовал и попытаться пантанимой объяснить другим, что именно ему удалось попробовать. Побеждает тот, кто правильно догадался и сумел доступно объяснить остальным членам своей семьи, какое лакомство ему было предложено. Интересным будет упражнение «Старая сказка на новый лад». Предложите своему фантазёру придумать новое окончание старой, давно известной сказки. Например, «Как спасти колобка от лисы». Дети очень любят разыгрывать какие-то сценки и импровизировать. Предложите вашим ребятам разыграть диалоги животных, растений. А может быть, это будут диалоги оживших, неодушевлённых предметов. Ну, например, представьте себе, что в лукошке встретились грибы, ягоды, либо лекарственные травы. А возможно, это будет диалог цветов в букете, оживших ёлочных игрушек в новогоднюю ночь. И помните, дети должны расти в мире красоты, игры и сказки, музыки, рисунка, творчества и фантазии. Василий Сухомлинский. До новых встреч!